Преобразователь тока и усилитель GPS-сигнала. Два новых модуля, необходимых для строительства зданий в убежище. Для солнечной панели потребуется преобразователь. Найти его можно на лаборатории и вроде бы карте лес в крытом ангаре посреди лесопилки. Но забегов за 15, мне не удалось найти ни одного. Поэтому, собрав порядка 20 лабораторных карт, закупленных на короне у терапевта, я выдвинулся на карту лаборатория. И вот на этом стриме посвятил вопросу порядка 8 часов. Сейчас на фоне цены на составляющие компоненты на второй неделе после вайпа, начало 23 года. А этот ролик и будет посвящен поиску лидиксов и новых предметов для убежища. Но рекомендую я начинать свое путешествие на лабу, достигнув 40 уровня. Ведь именно тогда открывается бартер у механика на обмен черной лабкарты. Обойдется она в кругленькую сумму. Те же аккумуляторы на второй неделе стоят от 500 до 700 тысяч. А их надо 5 штук. А цены остальных ингредиентов перед тобой. Существует еще два доступных на барахолке ключа. Код тест-зоны оружия и комнаты управляющего. Может быть ты их и в рейде сам найдешь, как и карточки. Обязательно напиши, если какие-то раздобыл. А вот купить на барахолке сами карточки большая проблема. Связано это с высокой комиссией. Да и если лот появляется, его тут же выкупают практически за любые деньги. Ну а добыть деньги можно просто вынося всякий хлам из рейдов и продавая его не только торговцам, но в основном через барахолку. Дополнительно можно прикупить ключ-карту с синей маркировкой. Но из-за того, что в начале текущего сезона боссы в принципе в дефиците, карточка появляется на барахолке за деньги крайне редко. И если мне показалось, что за 666 тысяч это дорого, то за полчаса обновлений я больше лотов не видел. Периодически появляется фиолетовая. Но цена кусается. То ли тест-зона оружия, то ли офис управляющего спаунится на сидении этого джипа. В багажнике синего автомобиля нередко попадаются ценные патроны в магазинах и всевозможные модули. Возле красного мэрина и в его багажнике можно обнаружить лид-иксы и прочие ценности. Я часа три бегал в офлайне, чтобы записать эти футажики. А за 8 часов рейдов в онлайне, к сожалению, ни один лид-икс мне не попался. Наверх комната управления. И вот здесь может лежать искомая запчасть. Усилитель GPS-сигнала. Также на столе рядом точно спаунится лид-икс. Идем в соседнюю комнату. И обращаем внимание на шкафы. В этих двух редко что-то попадается. А вот здесь, рядом на полу, и в соседнем шкафчике, вполне можно раздобыть искомое. Плюс вот здесь на столе исполнятся ценности. Немножко оффлайн примеров. Вот тебе преобразователь тока. А вот лид-икс. Двигаемся дальше. Коты. Внимательно и обязательно осматривая их. Вот может быть как на столиках, так и полу. Внимательно осматриваем стол. И все что есть вокруг. Биткоины, цепочки и так далее. Ну вот, VPX например. Теперь бежим в комнату охраны. Про фиолетовую карточку мы поговорим в конце. Пока о луте, который можно собрать без ключей. На полочке топовая медицина. А раньше там спаунился ключ от Т-зоны оружия. Вот здесь может быть МП-7. Покидаем оружейную и проверяем в кафетерии два столика. Здесь спаунится желтая карточка. Которую даже удалось найти. Но правда не мне. В конце ролика покажу. Спрыгиваем вниз. И обращаем внимание на эти стойки. Тут как бартерные предметы, так и разного рода ценности. В лекционный зал заходить можно. Здесь бывают чипы. И собранная М-ка. Такую, которую выдают по квестам. Здесь на столике валяется. Но шанс спауна очень низкий. Двигаемся дальше. И здесь как раз Тир. Тест зоны оружия. Вот этот ключик. Обратите внимание на прочность. Это столько раз я ее посетил. Здесь на полу у ящиков могут быть лидыксы. Ценные модули на столах. Патроны. Собранные М-ки. Здесь рядышком вспомнился разведданные. А вот здесь на полке и рядом на столике можно найти как лидыксы, так и усилитель сигнала. А вот и он. Да, подсумок не прячется. Тогда я еще об этом не знал. Разворачиваемся. На столе могут быть ценные бартерные предметы. А рядом чипы. По крайней мере, раньше спаунились. Внутри на столике попадаются присадки и ВПХ. Разворачиваемся и поднимаемся наверх. Рядом в комнате управления вот здесь. Тоже может быть лидыкс. Дополнительно прогуляемся в серверную. На стойке ключ. А вот здесь на столе лидыкс. Спускаемся вниз. Если на карте все тихо и тебе толком ничего подлутать не удалось, стоит глянуть здесь. Попадаются вкусные оружейные модули. Двигаемся сквозь серверную. И проверяем табуретку. RF-фит. Изредка попадался. Двигаемся по прямой до конца. По медицинскому корпусу. Здесь в комнатах. И на стойках попадаются всевозможные медицины. Пару раз находил дефибрилляторы. Но было это тоже очень давно. Просто проходя мимо, поглядывай. А заглянули мы сюда из-за зеленой карты. Которые можно обнаружить вот здесь на столе. И всевозможные топовые медицине или шприцам, которые необходимы для квеста образцы. Обойдем по кругу и вернемся в ту же часть, где была комната с этой зоной оружия. Просто с другой стороны. Здесь у нас ключ от офиса управляющего. Стоит он копейки, можно не заморачиваться. Здесь так называемый купол. Или Марс. Для начала глянем комнатку рядом с ним. Здесь у нас всевозможные медицины. А стол забит разного рода ценностями. В том числе лидексами. И преобразователями тока, как выяснилось. Да, я тоже не знал, что он не прячется в подсомок. А вот тот момент, когда братюня нашел желтую карточку, а я усилитель сигнала. А еще и кувалда попалась. Но карточку брать не стал. Не моя добыча. Здесь бывают чипы. И здесь. Правда в этом сезоне ни разу не видел. Напротив Марса спаунится черная карточка на столе. В самом куполе вроде как должны появляться лидексы в куче мест. Но давно не находил. Вряд ли спаун убрали. Просто шанс, наверное, мизерный. Вот здесь бывает электроника. И здесь. На столе деньги. Тут иногда дефибрилляторы или препараты. Тут у нас тоже спаун черной карточки. На полке разведданные. Здесь спаунится желтая. Об этом я узнал совсем недавно. Здесь всевозможные чипы. Но шанс копеечный. Также не забывай проверять сверху. Лично я здесь находил зеленую. Когда-то давным-давно. Ааа! Мы еще зеленую комнату залутаем. И в лекционном зале еще спаунится желтая. Лутать комнату управляющего дело опасное. Дело это только если уверен, что всех перебил или карта пустая. По количеству использований ты можешь сравнить его с тест-зоной оружия. И понять, что я сам сюда захожу редко. На столе бывают ценности. В том числе биткоин. Сейф картотеки. Теперь двигаемся к офисам. Что в первом, что во втором. Могут быть ценности. Цепочки, биткоины и прочее. Но. Нас интересуют лидиксы и новые компоненты для убежища. Которые в свою очередь были замечены на этих полках. Тут у нас битки с двух сторон. Справедливо для соседнего офиса. А лидикс находился на сейфе. Теперь что касается ключ-карт. Начнем с черной. Самой доступной. Ну а с остальными рэндом. Желаю тебе их найти. Здесь бывают лидиксы. Причем некоторые находили по два за один забег. Я же в основном нахожу большое количество препаратов. Ну вот офтальмолоскоп лежит. Дополнительно проверяй кровати. Та, что внутри и снаружи, тоже содержит некоторые из препаратов. Этажом выше расположены зеленые. При желании, вот в этих роликах я показывал лут несколько лет назад. Но так для общего развития. Плюс там спаунятся как черные, так и желтые карточки. Напротив, квестовая комната санитара, которая открывается той самой ключ-картой. Вроде бы здесь только препараты, и с ее стоимостью в 600 тысяч и редкостью, наверное, лучше оставить на квест. В оружейной, кроме красной карточки, можно еще воспользоваться фиолетовой. То, что мы за 6,5 миллионов видели на барахолке. Здесь часто появляются чипы, всевозможные модули, в том числе теплоки на стойках, ценности на столах и полу. Поговаривают, что в зеленых оружейных ящиках повышенный шанс спауна ледорубов. А в интернете нарыл ролик, где стример нашел вот здесь, на полу ледикс. В этом сезоне. Плюс остается желтая комната. Расположена она на парковке, где мы начинали. В прошлых сезонах тут было побогаче, и витяхи стали появляться в какой-то момент. Ледиксы вроде бы были. За 3-4 забега мы толком ничего ценного не нашли. Средние оружейные модули, да и все. И главное, поменьше смертей в новом году. Как там тебе? Парок тоже ходит по острию ножа вообще, просто с этими клипами.